всем привет пару дней назад у меня приключилась неприятная проблемка перегорел один из четырех светильников как видим первый работает 2 работает 3 только светится 4 малость не контакт если шевелить люстру все это надо перебрать привести в порядок со светильниками все очень просто я просто сел в машину сгонял до ближайшего магазина где купил вот такой вот обыкновенный самый дешевый 10 ватный прожектор все параметры на экране можете поставить на паузу посмотреть почитать в принципе по большому счету тут и читать нечего что у нас тут тут у нас какая-то бумажка светильник белый я даже насчет цвета не заморачивался провод ухо провод по длине и чем предыдущие пока пока в прям чем предыдущих покупках так вот это вот интересно интересно знаете что у меня в руках впервые такой светильник 10 ватный с саморезами что как бы намекает о том что он разборный ну что ж сейчас будем его разбирать мне очень интересно ох как туго затянут нужно отвертка нет шестигранник да рычаг довольно туго затянут в общем я думаю надо бы его разобрать и посмотреть что там внутри как там дела с термопастой и как там вообще он устроен посмотрим я думаю посмотрим да чуть чуть не забыл ведь есть еще бумажка что нам рассказывают бумажки slim лет модель 10 ватт безопасность направление угол свечения 110 градусов что у нас еще какие бы а подключение какой провод идет куда мы и сами с усами знаем что коричневая это же это это коричневая это не масса и это не нейтраль вот все и все как бы ясно все понятно хорошо что у нас там дальше пишут пишут напряжение сети 10 ватт незаменяемые smd led модули те же самые 110 градусов свечения 800 люмен температура в кельвинах 6000 не димабельный и эквивалентен 60 ватт вот такая вот интересная бумажка уход очистка не применять растворителей в общем мусор так перемещаемся на разборку так я подумал и решил что куда-то перемещаться на разборку мне лень поэтому решил просто взять набор шестигранников чтобы все это раскурежить но шестигранники идут только на дужку по ослабим чуть-чуть полностью откручивать буду не незачем сейчас он легко крутится берем отвертку и а он довольно таки легко закручен один саморезик никогда не раскручивал эти 10 ватт на и муж мне никогда не попадались раскручиваемые власть второй саморезик и не третий саморезик я прям чувствую как передняя панель в смысле переднее стекло уже свободно прям чувствуется она в руке отделяется так что это у нас эта рамка отделилась отлично что мы здесь видим стекло и что нам дала разборка разборка нам не дает ничего то есть под низ подлезть мы не могем ну ладно допустим стекло мы сняли хорошо и что дальше дальше мы видим вот здесь вот нечто силиконоподобное видно она приподнимается что же у нас дальше так доктор дайте мне еще одну отвертку сдается мне а вот так вот это пластик что у нас тут дальше дальше у нас тут вся плата которая прикручена к задней панели тут обильно залито силиконом да на входе это хорошо зачем они залили силиконом здесь и не особо понимаю ну да ладно ясно понятно чем по идее вот это вот все плата она сидит на алюминии на этой крышке в этом месте она должна больше всего нагреваться видны дорожки резистор конденсатор сандэшки мелкие раз один что то есть а r3 нету чему нету ну я схемы читать не умею поэтому поэтому извиняйте ладно так и быть попробуем открутить мы посмотрим что там снизу так 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 второй у нас третий не очень интересно если там какую-то какая-то термопаста или хоть что-то что помогает отдавать тепло от платы открутить открутили ну какой с этого толк шевелится что-то там есть чпок понятно ладно приподнялась с таким звуком издала чпок значит что-то точно там есть так и о такое ляпс в принципе есть ясно добавлять больше не буду я думал недостаток но тут она по ходу идет под всей платой просто ляпнули ну и ладно что ж отлично и нисколько не сомневаюсь что это все делали китайцы но тем не менее китайцы молодцы какую-то термопасту там да применили ну вот сборка будет в обратном порядке не думаю что стоит вас этим мучить поэтому сейчас соберу и вернусь и так продолжаем играться с люстрой и сейчас поменяем вот этот вот сгоревший светильник для начала что нам нужно для начала нам нужна отвертка и нам нужно обесточить светильник потому что мало ли что здесь как видим он у меня поставлен всего лишь на один саморез откручиваем вот он саморезик обыкновенный без всякой фантастики проводочек кстати то что я и говорил все мои старые светильники неразборные первый раз встретил который разбирается дальше отпускаем здесь вот и все старый на выкидывание потому что он неразборный что там внутри посмотреть никак не получится да в принципе за такую стоимость его и ремонтировать смысла не имеет так дальше берем новый светильник в одно из отверстий просовываем саморезик и прикручиваем его на старое место регулируем наклон я его не затягивал чтобы можно было порегулировать туда сюда вправо влево ну вот дальше что мы делаем дальше дальше мы пропускаем провода в этот мой кабель-канал который у меня раньше использовался под ГУ-10 лампы но ГУ-10 лампы у меня не прижились длины кабеля хватает? хватает отлично в принципе должен сказать что на самом деле мне вот как бы с моим светильником водозащищенность здесь в данном случае как бы не особо и нужна потому что влаги никакой нет светильники у меня все стоят над над покровным стеклом поэтому вся эта влагозащита которая присутствует изначально в этих светильниках например вот этот вот новый IP65 ну конечно купаться с ним нельзя но тем не менее от брызг он защищает этот тоже IP65 старый так 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 массы у меня здесь нет здесь только два провода закатываются так побольше освободить да что я хотел сказать масса у меня тут никуда не запитывается у меня ее вообще нет извиняюсь не масса земля заземления у меня здесь нет что я говорю в общем нехорошо когда работаешь еще что-то рассказываешь получается полная хинея заземления у меня никакого нет в этой люстре здесь у меня просто идет два провода подключены можно было бы сделать и землю потому что изначально из розетки она приходит но я не вижу смысла опять же воронять светильник в воду я не собираюсь а зачем еще освободить надо тем более по длине он настолько длинный что уровень с краями аквариума и уронить его в воду надо еще ухитриться поэтому я делаю так на самом деле бру конечно мне изначально просто на самом деле изначально у меня просто для земли провода не хватило поэтому остались все провода вот в таком виде в каком они есть так включаем обратно воля работает все работает по-моему он еще ярче светит чем все остальные немножко посмотреть очень может быть что он еще и поярче а может просто конденсат отражается ну вот на этом и все сейчас просто спрячу еще провода и будет закончено с заменой спасибо что смотрели всем хорошего времени суток красивых аквариумов здорового населения мир у мир мир я люблю мир Продолжение следует...